Николай Еременко, Советский спорт. Мы старейшее спортивное издание в стране, 92 года, и многое видели на своем веку, но мы ведь не только про очки, медали, секунды пишем. Переживаем за спортивные судьбы страны, иногда складывается такое впечатление, что побольше, чем иные чиновники, к сожалению. Мы были свидетелями того, как после двух докладов господина Макларена ряд чиновников пережил, пусть и не сразу, увольнение или, скажем так, перемещение. Можно ли говорить, что сейчас ситуация с допингом в стране после принятых кадровых решений на пути к очищению, к тому, что ситуация исправится, или это пока недостаточно? Ну и второй подвопрос ещё. Вот этот мегамонстр ВАДА, на ваш взгляд, он может быть реформирован, или кто-то придёт ему на смену? Это ведь вопрос не чисто спортивный. Многие усматривают в нём всё-таки политическую составляющую, и есть ли она эта составляющая, на ваш взгляд? Спасибо. Прежде всего, допинг как таковой и проблема допинга. Во-первых, в России никогда не создавалось, это просто невозможно, и мы будем делать всё, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга. Вот это первое, я хочу ещё раз это сказать. Второе. У нас, так же, как в любой другой стране, проблемы с этим есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга. И в этой связи мы должны тесно сотрудничать с Международным олимпийским комитетом, с ВАДой должны сотрудничать и с другими международными организациями. И мы будем это делать. Надеюсь, что те изменения, которые происходят, это дело не только в кадрах, а в системно-структурных изменениях, они помогут нам решать все эти задачи. И, кроме всего прочего, Следственный комитет Российской Федерации, прокуратура расследуют всё, что связано с применением, использованием допинга, и, безусловно, доведут это всё до логического завершения. Вот если говорить о тех так называемых информаторах, которые убежали за границу и сдают там всё подряд или что-то придумывают, может быть, уже, хотел бы что сказать. Вот я уже не помню фамилию этого гражданина, который возглавлял у нас российское антидопинговое агентство. Он же до этого где работал? В Канаде. А потом что он и делал? Приезжал в Россию и, будучи назначенным на высокую должность, таскал сюда всякую гадость. Я с трудом себе могу представить, что он, перемещая через государственную границу Канады или США вот эти запрещенные препараты, никогда никем не был замечен. Вы знаете, что такое? Многие из вас пересекают границу США и Канады. Очень строгий контроль. Он постоянно сюда эту дрянь таскал, превратил это в свой бизнес личный, заставлял людей, его братья, применять. А те, кто отказывался, скажем, как пловцы, он ещё против них придумал какие-то санкции. Потом, когда ему хвост прижали, не смогли его посадить просто, он удрал и начал там, защищая себя и гарантируя себе место под солнцем, начал там всё сливать, имея в виду, что ему там создадут условия для нормальной жизни. На каком-то этапе создадут. Потом, как любого негодяя, бросят просто и всё, никому такие не нужны. Почему же он здесь не боролся? Вы понимаете? Поэтому меня это как бы наводит на определённые мысли, что его там кто-то и вёл. Дождались определённого момента и сделали вброс этот. Но это не значит, что у нас этого нет. У нас это есть, и мы должны с этим бороться. Надо это признать и делать это, прежде всего, думая о здоровье спортсменов. Но по поводу ВАДы я не считаю себя вправе давать оценок деятельности ВАДы. Это должен сделать Международный олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уже говорил об этом, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и ВАДы, она должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы. То есть, что это значит? Это значит, что международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты и какие приняты меры для того, чтобы наказать виновных. Что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем? Это что такое? Это что, какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это всё в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима. Мне трудно не согласиться с теми выдающимися спортсменами, которые в отношении, скажем, последних решений, связанных с переносом крупных соревнований, говорят о том, что не было известно, а если известно, почему сейчас вбрасывается. Вы знаете, безусловно, есть определённая политическая составляющая во всех этих делах. Надо очистить спорт, так же, как и культуру, от всякой политики, потому что спорт и культура – это то, что должно объединять людей, а не разъединять их.